Привет, интернет! Последний рассказ уходящего лета 2021 года я хотел бы посвятить одной из моих любимейших тем – это водоемы. И сегодня я расскажу вам о небольшой поездке на родину русского флота, а точнее в самое ее сердце – к Плещевому озеру близ города Переславля-Залесского. Вообще, посещая Переславль впервые, мне пришла мысль о том, что если бы местный житель приехал посмотреть город Владимир, то тот бы его ничем не удивил, скорее всего. А вот удивит ли чем-нибудь Переславль Владимирца? Это мы и посмотрим. Переславль-Залесский – это город в Ярославской области, основанный Юрием Долгоруким в 1152 году. Князь заложил на болотистое равнине огромный по нашим меркам город с длиной валов около двух с половиной километров. Городов больших по размерам в северо-восточной Руси просто не было. Сопоставим с ним только Владимир, тоже около двух с половиной километров. Периметры укреплений Юрьев-Польского меньше – 2 километра, а Суздале еще меньше – 1,4 километра. Первоначальное название Переславль город получил в честь более древнего Переславля-Русского, который сейчас находится на территории современной Украины. Основанный Юрием Долгоруким город находился за лесами, поэтому к названию города стали добавлять дополнительные определения. А с 15 века произношение изменилось на более привычное – Переславль-Залесский. Около 1220 года здесь родился Александр Невский. Главной географической особенностью города является его расположение на берегу живописного Плещеево озера. Также Переславль входит в состав Золотого кольца России. С 7 века до нашей эры берега Плещеево озера заселяли финно-угорские племена Меря. На северо-восточном побережье размещались хорошо укрепленные Мирянское городище – город Клещин. На вершине этого холма совершались игрища с куклой Ярилы, и в народе сохранились несколько названий этой возвышенности – Ярилина Плеж, Лысая гора и наиболее распространенная Александрова гора. Отсюда мы и начнем наше небольшое путешествие. Сегодня довольно ветрено и на озере большое количество кайтсерферов. Постоим, полюбуемся панорамой и понаблюдаем за этими отважными смельчаками. Видел бы их Петр Первый. Продолжение следует... Так, чтобы помочь. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Возраст Плещеево озера примерно 30 тысяч лет. Оно образовалось после отступления континентальных ледников. Это подтверждается самим положением озера на границе ледниковой марены и древних алювиальных наносов. Древний водоем был гораздо крупнее нынешнего. Его прежние границы заметны как возвышенная кайма на восточной и южной стороне озера. Здесь сейчас расположены села, городище, Красное, Веськово, Соломидино и Большая Брембола. Современное название озера является модификацией более старого названия, производного от Клещина. Клещеево озеро. По народному преданию получило название Плещеево от свойства выплескивать, то есть выбрасывать все кидаемые в него вещи. И одной из таких вещей является синий камень. И если вы суеверны, то можете его посетить и загадать желание. Если нет, я сделаю это за вас. Вынужден вас предупредить, вход здесь платный. Синий камень – это священный камень близ Плещеево озера, Александровой горы и древнего городища Клещин. Считается одним из немногих сохранившихся подлинных ритуальных объектов со времен языческой Руси. Находится на территории национального парка Плещеево озеро. Название камня связывает с тем, что после дождя цвет меняется от серого к синему. Такой цвет принимает его мокрая поверхность. Камень состоит из мелкозернистого кварцевого биотитового сланца. Синий цвет образуется от преломления и отражения света поверхностью чешуек биотита и зерен кварца. Камень испещрен мелкими бугорками. Можно видеть надписи вроде «Вова», «Галя» или «Любовь». Согласно последним исследователям, вес камня около 12 тонн. Внимание к языческой святыне не ослабевало никогда. В начале 17 века священники пытались зарыть идола. Но он снова оказался снаружи. Водная эрозия размыла склон, а замерзающий грунт понемногу вытолкал камень из земли. В 1788 году камень хотели использовать под фундамент строившейся духовской церкви. Синий камень возгрузили на большие сани и повезли по льду Плещеево озеро. Но лед не выдержал огромной тяжести, треснул, и камень утонул на глубине двух оршин. А через 70 лет камень снова вынесло на берег озера. Сегодня синий камень по неясным геологическим причинам уходит в землю. 40 лет назад он выдавался на поверхность чуть ли не в рост человека, а теперь его высота менее чем до колена. Не исключаю, что мы ему со своими желаниями слегка поднадоели, поэтому двигаемся дальше. Здесь же, неподалеку от стела национального парка, появился макет Владимирских золотых ворот. Некоторые СМИ пишут о желании организовать масштабный лугопарк в золотое кольцо России в миниатюре и дополнить пейзаж макетами и других исторических памятников, городов, входящих в золотое кольцо. А некоторые о желании переславцев таким образом спасти ландшафт от незаконной застройки. Возможно, верно и то, и другое. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Кстати, на гербе Переславля тоже тематика водная. И на первом гербе, и на современном гербе изображены ряпушки в черном поле в знак того, что сей он ее копченой рыбой производит торг. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Возвращаемся к Плещеву озеру, которое я назвал главной достопримечательностью города. К сожалению, я попал в выходной, и полноценно увидеть все экспозиции музея-усадьбы Ботик Петра Первого в Веськово. Мне не удалось, но сам Бот я увидел. В 1692 году Петр Первый заложил на горе Гремяч вверх, где строились плоди потешной флотилии для плавания по Плещееву озеру. Создание потешной флотилии Юного Петра стало первыми шагами к созданию русского флота. К сожалению, все корабли потешной флотилии сгорели, а единственным уцелевшим кораблем стал Ботик Фортуна, по местной легенде, сделанный самим Петром. В ноябре 1691 года состоялся царский наказ Переславскому воеводе для пришествия великого государя построить двор. Местом для него Петр выбрал высокий холм Гремяч за монастырским селом Веськово. Здесь были возведены царский дворец со службами, церковь Вознесения, деловой двор и кузница. Летом 1852 года была устроена триумфальная арка, а 17 августа был сооружен памятник Петру Первому по проекту архитектора Кампионе. В конце 17 века юный Петр выбрал озеро Плещеево для строительства первого русского военного флота, вошедшего в отечественную историю под названием Потешный. В июне-августе 1688 года началась подготовка к постройке судов под руководством голландских мастеров Карстена Бранта и Корта. Первоначально корабли строились на судоверфи, сооруженной в устье реки Трубеш. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Малые суда строились на судоверфи, находящейся на холме и спускались на воду по специально прорытому каналу. Большие корабли изготавливались на лугу, близ озера. К маю 1692 года на Плещеевом озере было сосредоточено более 100 больших и малых судов, в числе которых 30-ти пушечный фрегат Марс. Субтитры создавал DimaTorzok Первый провинциальный музей открылся в усадьбе Ботик в 1803 году. В нарочито построенном Ботном доме был установлен единственный уцелевший корабль потешной флотирии – Бот Фортуна. А вокруг него якоря, рули и мачты с других кораблей. Почетными гостями на церемонии стали богатый переславский помещик Свинин и владимирский губернатор Долгоруков. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Повторил для прибывшего в Переславль Московского двора. Залпы корабельных пушек и звоны колоколов возвестили о рождении русского военного флота. Субтитры создавал DimaTorzok Также здесь есть экспозиция современного корабельного оружия и даже ступень баллистической ракеты морского базирования. Субтитры создавал DimaTorzok 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 В 1693 году, уезжая в Архангельск, Петр I выменял Веськовское поместье с деловым и потешным двором в государственную собственность. Надзор за флотилией был возложен на рыбаков Переславской рыбной слободы и посадских людей, но со временем он стал ослабевать. Спустя 29 лет, проезжая через Переславль, царь увидел свою первую флотилию в безнадежном состоянии. Своим указом он повелел Переславским воеводам беречь остатки кораблей, яхт и галер. Петровские суда были собраны под навесы на левом берегу реки Трубеж, а окончательную точку в их печальной судьбе поставил пожар 1783 года, уничтоживший почти все корабли. Возле верхней площадки лестницы, ведущей от подножия холма, стоит памятник Трубеж. Его открытие состоялось в день всероссийского празднования 300-летия потешной флотилии в 1992 году. Таким получилось мое не первое, но все же знакомство с родиной военно-морского флота России. И да, друзья, интересуйтесь, образовывайтесь, просвещайтесь и цените наше наследие. Иначе капец.